Это игра, направленная на то, используя говорящие головы в Арцахе Арайка Арутюняна, руководителей фракции парламента, большинства Арайка Арутюняна, Давида Бабаяна и другие говорящие головы, которые вместо того, чтобы озаботиться судьбой Арцаха, в очередной раз мы видим национал-предатели, которые в эту ситуацию, это видно, это уши торчат, и видно, что эта игра, требуют от Организации Объединенных Наций или Международного Сообщества предоставить мандат российским миротворцам. Еще этот вопрос связан с оказанием давления на правительство Армении, чтобы армянское правительство было более сговорчивым в плане открытия предоставления Мегринского коридора. И вы помните, в Сочи 31-го числа, когда была встреча, нам же было четко сказано, хотите мандат, чтобы мы продлили его, смотрите, какая идет игра, да? Сначала нам сказали, давайте, хотите, чтобы мы здесь остались, подписывайте мирный договор. Ну и всю эту разблокировку транспортной коммуникации. Не получается, общество наше не готово к Мегринскому коридору. Теперь Мегринский коридор вот таким образом шантаж не прошел. Теперь нам говорят, эти говорящие головы в Варцахе, что дайте российским миротворцам мандат. Послушайте. Международный мандат. Они говорят, что мандат заканчивается у России, да, там в 25-м году. Во-первых, у России нет мандата. До сих пор Азербайджан мандат не предоставил. Россия там находится на основании заявлений от 9 ноября 2020 года. Даже Азербайджан не предоставил мандат. Теперь, когда в связи с событиями в Украине, с войной, пошел разрыв по всем отношениям с Российской Федерацией, и он там принял кучу резолюций против России, как в этих условиях международное сообщество может предоставить мандат миротворцев, страну которой они объявляют в агрессии. Я говорю, это официальные вещи, то, что мир заявляет. Соединенные Штаты, Франция, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций. Они конкретно обвиняют Россию в агрессии. В спонсорстве. Говорят, спонсор агрессии. И спонсор терроризма. Как в этих условиях? В терроризме. Давид, ключи бошку свою. Ключи голову. Кто в этих условиях даст мандат? Никто. Куда вы нас тянете? Нету никакого мандата. Поехали во Францию и начали сырбор вот этот играть. Араик Арутюня на Франц Пресс заявляет, у России заканчивается через два года мандат. Предоставьте этот мандат. А, вернее, не мандат. Заканчивается там полномочия. Россия выходит. Давайте думать, как международное сообщество туда затащить. Получают по башке за эти заявления. Но я понимаю, для чего это Араик делает. Он сценарий по Карабаху знает весь. Он просто приехал туда себя защитить, чтобы потом в случае чего сказать, ну, видите, я же в Европе защищал, требовал, чтобы туда вели войска там, да, международные. Получили по башке. Давид Бабаян на следующий день делает заявление. Вы неправильно поняли президента. Он имел в виду, предоставьте мандат миротворцам российским для того, чтобы ситуация была контролируемой. И сегодня он подтвердил, сказал, что Россия не может, пожалуйста. Да, вот это вот агентура. Что сегодня сказал, да, это продолжение просто. Продолжение это вот мандат, да они дадут мандат. Никто не даст. Потом, зачем вы это кричите на европейских площадках? Вы пришли, теперь, когда я разговариваю с французскими политиками, они говорят, послушайте, ребята, ну вот вы уперлись рогом, да, только Россия должна быть в регионе, больше никого, да. Вы так хотите. Не надо к нам обращаться после этого. Идите, и делайте, что хотите. И арцахцам хочу сказать, если ваши эти высокоинтеллектуальные политические... Элиты. Недодеятели. Элиты. Ну, хорошо, ладно. Электролиты, а не элиты. Значит, если вы хотите вот так вот себя вести, вот так вот вы себя хотите вести. И только никто не против России. Мы будем рады, если Россия будет взаимодействовать с Францией, с Соединенными Штатами. Это было бы хорошо для региона. И для нас, и для грузин, и для... Если будут взаимодействовать. Нету взаимодействия. Но если вы пошли такой путь, и кроме одной дороги вы другой дороги не видите, ребята, давайте тогда так. Решайте свои вопросы сами. Не надо бегать вам в ерево. Судя по тому, что происходит. И что заявляется? Давление на гнетание идет. Дайте мандат. Дайте мандат. Слушай, мандат хотят. Ну дайте, да. Дайте. Ну пусть русские сами обратятся. В Организации Объединенных Наций. Сами. Лавров сделает заявление. Он же там любит заявление делать. Даже журналистам делать замечание. А вы тут вообще не командуете. Ну, скомандуйте. Пусть ваш представитель в Совете Безопасности. ООН. Поднимет этот вопрос. Эскалация идет на границе. Дайте мне мандат. Пусть Россия... А почему не делает в России? У них... Делает вид, что ей не нужно. У них здесь есть эти самые... Пешечки. Которые кричат. Одно дело, когда Россия говорит. А другое дело, лидеры народа Арцаха стонут под геноцидом. И при этом они с такими заявлениями... У вас очень опасная версия. У меня опасная версия. Да. Если это... Да, у вас опасная версия. А в чем она опасная? Расшифруйте мне. Развитие событий опасная. Конечно. Развитие событий. Дальше некуда. Рассказка. Рассказка.